Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс. И сегодня жирные сплетни, просто горячие новости с пылом шара. Я привез, милые мои, все доказательства. Поговорим про инфо-цыган, милые мои, там просто драма на драме. Сейчас проходят обыски в клубе миллионеров Портнягина. Поговорим про Аязаша Будинова и 73 эпизода официального мошенничества в особо крупных размерах, совершенных группой людей. Поговорим про жену Косенко, которая настолько косноязычна, что двух слов связать не может. Но 200 тысяч она за это берет. Поговорим в деталях про дело Бишимбаева и Салтанат. Новые подробности, новая драма. Весь Казахстан в шоке. Я считаю, нам стоит это обсудить. И кто помнит Маликова, давайте поржем сегодня над Маликова. Поэтому схватили свои стаканчики от Санаран, наполнили до краев кофе. Нам будет что сегодня обсудить. Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Портнягин. Я сейчас нахожусь в зоне специальной военной операции. Я нахожусь прямо на передовой. И сегодня утром я получил информацию о том, что в моем доме прошли обыски. Моя супруга задержана. Заведено уголовное дело. Да, милые мои, здесь у нас Портнягин поехал. Кто не знает, такой Портнягин, это у нас мошенник. Ну, конечно, это мошенник, ребят. По-другому здесь никак. Значит, это основатель бизнес-клуба Клуб 500. И он, значит, у него ютуб-канал. Это очередной просветленный, который учит вас зарабатывать деньги. Это учит вас, как жить эту жизнь, да? В Москве, значит, вчера утром задержали его супругу, Портнягину Екатерину. А во принадлежащем им бизнес-клубе Клуб 500 и банном комплексе Сиберия прошли обыски. Об этом сейчас сообщают и наши источники. Уточняется, что Портнягин их подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов по системе Блиновской. И Лерчик, это вообще классика жанра. Это база, как блогеры-миллионники, которые делали миллиарды. Они уклонялись от этих самых налогов. И вот, пожалуйста, пошел чес. Ребят, это уже даже не смешно. Это уже серьезная тема. То есть все блогеры, которые думают, их тронуть нельзя. Они слишком крутые, они слишком большие, они слишком богатые. Это звоночек. Уже давным-давно колокола-то бьют, что всех мошенников сейчас будут тормошить. Тормошить по одной простой причине. В казне нет денег. Это база. Это просто база, которая известна. Все деньги идут сейчас на войну. Мало денег быть не может. Сейчас урезаются все обстоятельства доходов, кроме военной. И поэтому нужны деньги любым путем. Сам Портнягин уже прокомментировал, значит, задержание собственной жены. И заявил, что он находится, все вы слышали, он находится в зоне СФО на передовой. И куда его фонд большое дело совместно с Народным фронтом. Возит гуманитарную помощь. Это значит, его гражданская позиция, дорогие мои. Быть сейчас на фронте. Быть сейчас именно там. Очень удачно он оказался в этот самый момент на войне, на передовой, на границе с Украиной. Кто его туда пустил и зачем? Это огромный такой серьезный вопрос. Или он, может быть, в Подмосковье, где сидит и с реквизитом. Это тоже непонятно. Ну, правда, это непонятно. Но 1 апреля, судя по его инстаграму, Портнягин был в Москве. Это цирк с СВО, цирк с поездками на Донбасс. Это, конечно, отдельный вид кринжа, дорогие мои. То есть, таким образом, как бы заведомо. Нет, я думаю, что даже если он поехал на передовую, это потому, что кто-то сказал, нужно съездить на передовую. Никаких этих гражданских моментов не бывает. Им плевать, им искренне плевать. Ребята, это люди, зацикленные только и исключительно на заработки денег. Им плевать на войну, им плевать на Донбасс. Им плевать абсолютно на всех. Все, что им нужно, это заработать денежки. Ну вот поперся. Ну вот возникли проблемы к его компании. И там серьезные, на самом деле, претензии. С обвинением, я напомню, сам Портнягин не согласен. Цитата. Это очень странно, потому что основное тело долга, без каких-либо вопросов, было погашено в 22-м году. Остались только штрафы и пение. Он также добавил, что не дожидаясь решения суда, он оплатит всю сумму штрафа 64 миллиона рублей. Посмешище. Вообще, для меня, в принципе, посмешище те самые люди, которые, типа Портнягина, зарабатывают деньги. То, что они делают, ребят, это цирк. Это просто самый настоящий цирк. Я не знаю, кому искренне, вот реально они помогли, кому они подняли из грязи в князи. Это абсурд. Но для меня, неимоверно, интересно смотреть, как шерстят абсолютно все. Сейчас входит же налог для богатых в Российской Федерации. Сейчас шерстят абсолютно всех, у кого есть хоть какая-то задолженность. А здесь мы имеем задолженности в десятки миллионов, если не сотни миллионов рублей. У людей будут и сейчас проблемы по одной простой причине. Деньги нужны любым путем. Ездите на Донбасс, не ездите на Донбасс. Никому это не поможет. Повторюсь, сейчас поездка на Донбасс, она уже воспринимается как цирк. То есть люди понимают, почему люди туда ездят. Люди туда ездят не потому, чтобы поддержать своих, своих не бросая. Сейчас люди туда ездят, чтобы получить индульгенцию, отпущение всех грехов. И возможно, что вы их оставили в покое, давали возможность зарабатывать деньги. Я вообще не знаю, каким образом люди сейчас будут зарабатывать деньги таким вот путем. Потому что Инстаграм без УПН вы не зайдете. Ютуб на последнем издыхании. Люди замучились, конечно. Люди же опыта набираются. Они же понимают, что все это чуть собачье. И никаким образом здесь ты не заработаешь деньги. Но люди продолжают нести им деньги. Забавная ситуация. Ну и конечно же уже начали сейчас про мошенников. Блогера Аязыша Буддинова. Серьезно так, да? Его обвинили в 73 эпизодах мошенничества. И это неимоверно забавно. В свете того, что экспертиза, проведенная профессором кафедры уголовного права МГУ, показала, что Аяша Буддинов не занимался мошенничеством. Это было не так давно. Это сделана экспертиза. Я думал, ну может сейчас его отпустят. Ничего подобного. Сейчас на данный момент очередного мультимиллионера, ну реально мультимиллионера, который учил людей, как заниматься бизнесом, обвинили в 73 эпизодах мошенничества. В Таганском суде Москвы, дорогие мои, рассмотрели дело о продлении содержания под стражей для бизнес-тренера и блогера Аязыша Буддинова. Ему предъявили обвинение еще дополнительно по 23 эпизодам мошенничества. Все эпизоды квалифицируются как мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Вторым обвиняемым по делу проходит директор его, который также занимался всем этим. Значит, следствие считает, милые мои, что они вместе продавали курсы и тренинги, которые должны были помогать открывать и развивать успешный бизнес. Сам Аша Буддинов вину не признает. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы. Я думаю, сейчас Шабудинова не отпустит, потому что слишком долго его держат под замком. Я напомню, у него есть паспорт и нового государства, поэтому есть большой шанс, что он просто сбежит из страны с его-то деньгами, с его-то ресурсами. Неимоверно смешно смотреть на вот эти вот корчи этих инстамошенников. Хотите похихикать, ребят? Слушайте, дама, а напомните, мы говорили про Косенко, вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти посмотреть, тот самый Косенко, который швырнул своего ребенка в сугроб. Это был прям, ну, что-то им кажется, несли же Инстаграм за это, да? И вот его жена. Ребят, слушайте его жену. Вот если вы поймете в этом потоге мысли, философской что-то, поделитесь информацией. Слушаем. Хочется оставаться проводником света, и хочется, чтобы люди понимали, что с ними все супер. И чтобы люди понимали, что когда ты смотришь там в интернете, и у всех 100 миллионов за одну минуту заработали, то это всегда большой путь к этому проделывается. Что я хочу, чтобы люди не закидывали миллионы, ну, не делали миллионные кредиты в обещание того, что где-то там они что-то одно сделают, какой-то ченнелинг, и у них сразу же пиздец, все просто в жизни поменяется. Изменения происходят от взрослости. Послушали, да? Что-то понял вообще кто-то, да? Вот эти просветленные люди, несущие свет, несущие, я не знаю, в массы какую-то умную философию, которая вам что-то там поможет сделать, да? Это Саша Белякова, жена, ну, не жена, сожительница этого самого Косенко, мать того самого ребенка, которого швырнул сугроб. А вот вам, пожалуйста, милые мои, отрывок обучения Саши Беляковой за 200 тысяч рублей. Смотри. Во-первых, первое, это, сами понимаете, да, какое-то, если вы пытаетесь там тем, чтобы друг другу всякие разборы делать и как-то это продать, у нас будет день продаж, не переживайте. То есть, как бы, не переживайте, у нас будет день продаж. Тетка и по зуму косноязычная тетка, необразованная тетка. То есть, вы понимаете, да, чтобы иметь такой косой язык, нужно иметь ноль в образовании, да? То есть, ты не начисленный человек, ты не можешь донести свою мысль. Для меня вот это вот вообще отдельная тема умиления, когда люди с нулем образования, немогущие. Вроде как, твоя работа, это риторика, ты должна уметь хотя бы, ну, я не знаю, работать своим ртом, в правильном понимании. Но если это твой источник заработка, ты доносишь какие-то светлые мысли, ты несешь свет во тьму. И вот этой тетке платят по 200 тысяч рублей, чтобы созванивать, там, 4 созвона вот подобного, да, по зуму. И вот она сидит и что-то косноязычное пытается донести. И сидят тетки, вот вы видели, да, вот в этих квадратиках, что-то там записывают, какие-то мысли выносят. Ребят, с вами вообще все в порядке. Вот вы сидите, сделали ей миллион, там, 5 теток сидят, да, по 200 тысяч скинулись. Только ваша пятерка сделали ей миллион. И вы сидите этот бред, слушайте, что с вами не так? Нет, я искренне, я вот как человек с образованием, я как человек думающий, а человек умеющий анализировать. У меня вопрос, а что с вами не так? Вы что, вообще там с ума сошли? Хватит кормить мошенников. Вы не видите, что у них гигантские проблемы с налогами. Людей, ну, дробят свои компании, то есть легитимные, реально, не высосанные из пальца проблемы с налогами. И вы к этим преступникам идете, платите денежки, чтобы получить, я не знаю, какую-то... Что? Вот зачем вы туда приходите? Что конкретно вы пытаетесь вынести? Как поднять бизнес? Как поднять бизнес? Об этом вам скажет Саша, прости, господи, Белякова, которая двух слов свисать не может. Она вам расскажет, как это сделать? Что с вами не так, люди? Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Кстати, милые мои дамы и господа сплетники, Сегодня с утра пораньше я вышел вложек на моем четвертом YouTube-канале. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Рассуждали обо всем. В этом влоге мы обсуждали суперинтересные вещи. Распаковывал я суперкрасивый шмот. Там, короче, настолько классный влог, мне показался интересный. Но да, ламповый, но вот так вот мы посидели, поболтали по душе. Кому интересен папочка сплетников в отрыве от сплетен новостей, переходите по первой ссылке в описании. У меня восхитительный влоговый канал, где видео выходят каждую пятницу. Ну и завтра будет, конечно, шикарное гадание на карта второго. В прошлую субботу было вот это вот гадание на поляковый по этой ссылке. Можете пройти и посмотреть. А завтра будет крутейший разбор с помощью карты второго. Подписывайтесь везде, у нас очень все интересное. Кстати, не забываем. При нашем розыгрыше стаканчиков от Солнорана шикарные вещи. Шикарный качественный фарфор. Куплено все в бутике Солноран в Милане. Я разыгрывал 6 стаканов, 2 стакана выигравшие люди не попросили обратно. Поэтому через 2 дня у нас начался опять розыгрыш. Отправляю везде по миру все, что нужно, чтобы участвовать в розыгрыше. Это подписаться на этот канал и оставить комментарий, чтобы я мог с вами связаться. Восхитительная классика Солнорана в звездах и шикарная новая классика Солнорана в вишнях. Два стаканчика уйдут везде по миру от Солая. Поэтому подписывайтесь, пишите комментарии. Я обязательно разыграю буквально через 2 дня шикарные стаканы от Солнорана. Кстати, стаканы, стаканы. Посмотрите, какая шикарная у меня ваза. Новое мое приобретение в мою огромную коллекцию. Об этом все вы услышите в следующем влоге. Но, друзья, вы же знаете, как сильно я люблю коллекционировать разные предметы. У меня просто огромная коллекция. Как же я люблю дорогие шмоточки, если бы вы только знали. А еще я, милые мои, обожаю антиквариат. Делюсь с вами сегодня секретным аккаунтом в инстаграме, где можно найти классные антикварные предметы. VIP антик. Просто абсолютно шикарнейший инстаграм. Супер крутой аккаунт. Вы знаете, есть много мест, аккаунтов, где можно купить что-то подобное. А вот в VIP антик реально отборнейший антиквариат. У меня всегда глаза разбегаются, не знаю, что купить. Хочется купить все и сразу. Очень актуально, когда не знаете, что подарить на свадьбу, на праздник, на юбилей. Да и просто сделать кому-то из близких приятно. Всегда вопрос, что подарить? Да у нее уже все есть. Заходите на VIP антик, и вопрос решается буквально в прямом понимании слова в течение 10 минут. Вот любой предмет бери, покупай и дали. Это всегда актуально. А еще каждый предмет имеет свою историю, и это очень круто. И этого, милые мои, не в Китай на Алиэкспресс выбирать. Хотите, чтобы у вас дома был музей? Это VIP антик. Как же я обожаю такие штучки старинные, коллекционные, единственные уникальные в мире. Тут же плюс в чем? Часто попадаются предметы в единичном экземпляре, и таких нет нигде больше в мире, в принципе. И это очень сильно продает ценность предметам. Антиквариат, милые мои, это особый мир. Можно купить какой-нибудь сервиз, которым пользовался себя, например, из окружения Наполеона Третьего. Это просто что-то нереальное. Иметь такие предметы дома, это особое удовольствие. Я обязательно оставлю ссылку в описании. И Инстаграм, и Телеграм. На всякий случай, если там VPN нужно включать, вы всегда можете найти великолепный VIP антик. Чтобы не потеряли, подписывайтесь. А по промокоду АнтонС, который вам нужно сообщить, менеджерам при заказе, получайте 15% скидки. Это очень крутая скидка для таких предметов. И даже не нужно торговаться сразу. Бах, и 15% скинули. Все для вас, дорогие мои. Вот просто от души отрываю. Действительно обожаю такие вещи. Действительно ручаюсь за ребят. Шикарный антик. Ребят, ну для ценителей точно не пожалеете. Вы же знаете, папочка сплетиков плохого никогда не посоветует. Я обожаю Варю Шмыкову. Я просто неимоверно люблю эту женщину. Варя Шмыкова, кто знает ее, она, конечно, звезда сериала Чики. Она, одно дело, шикарное лицо Гуччи было, когда Гуччи еще была в России. Это человек неимоверно душевный. Это человек неимоверно крутой. Это человек, как время показало, с неимоверно правильной гражданской позицией. Варька, я тебя просто обожаю. И сейчас я хочу сказать вам, что у Вари Шмыкова сейчас я буду поддерживать сколько смогу. Варькины проекты. Сейчас она ездит с туром по Европе с своим восхитительным спектаклем, который называется Клуб Разбитых Сердец. О чем ставить спектакли во время войны, пишет один из журналистов, который побывал у них на спектакле. Ответ прост. Только о том, чего так сильно не хватает в мире, который одержит битвами. О любви. Искусство пока не нашло метод говорить о глобальном, не через личное. Ведь его стоит человек. Чтобы говорить о любви в мире, следует в первую очередь говорить о любви внутри нас. Восхитительная Варвара Шмыкова в авторской постановке Клуб Разбитых Сердец. Восхитительная Варюша. Варь, ты знаешь, что как только будешь в моем городе, я обязательно приду к тебе на концерт. Я обязательно обниму тебя. Я обязательно подарю тебе букет шикарных цветов. Потому что я тебя уважаю не только как великолепную актрису, не только как красивейшую женщину, но и в первую очередь за то, что ты человек. Я просто горд, неимоверно, что, может быть, пока не могу назвать тебя своим другом, но я однозначно с гордостью прямо могу сказать, что я очень рад, что мы с тобой хотя бы общаемся. Варе просто идет крутейший тур сейчас по Европе. Амстердам 19 апреля, Берлин 8 мая, Женева 15 и Цюрих 16 числа. Это тоже будет месяц май. Я обязательно оставлю ссылку на Варвару на ее инстаграм в описании. Первая ссылочка будет прямо под этим видео. Ну и, конечно, ссылку на билеты. Покупайте, поддержите шикарных актеров, которые обозначили свою четкую гражданскую позицию. В наше время это супер важно. И которые, по-моему, неимоверно талантливые, которые порадуют вас шикарной постановкой. Варь, удачи тебе. Буду рекламировать Варьку в каждом видео, потому что, Варь, я тебя люблю, и ты это знаешь. Так, девочки, время 6.40 утра. Где моя новая подружка? Я приехала в кофемаге на Кутилузском. Я, кстати, никогда не выкладываю видео в режиме жизни, лайфа. Вот, я приехала в кофемаге на Кутилузском, потому что сегодня встретил рассвет, который был в 5.35. И я буду завтракать, поэтому, если это ранняя пшашка, вот я буду здесь, наверное, часик, готов познакомиться со своим подушкой, потому что у меня никто не просыпается так рано, вот, кроме меня. Девочки, я здесь завтра, как сейчас буду. С кем одна? А это у нас Боня. Давно у нас не было Боня, дорогие мои. Боня у нас, значит, приехала в Москву, да? Вот в этом видео, кстати, мы говорили, по этой ссылочке можете пройти, послушайте, мы говорили про Боню. В контексте, что у нее закончился вид на жительство в Европе, и она не может элементарно проехать в Европу. Визы нету, да? И вот не так давно она говорила, что ей так и визу дали, и она обязательно поедет сейчас вот-вот домой. Не в Красноклассницу, подумал, домой, а в Монако. Монако лет не жила. Мне там живет ее ребенок, ребят. Ну не в Монако, с папашей, видимо, да? Или с родственниками папаши, я не знаю. Мамаша-кукушка мотается по всему миру без возможности въезда в Европейский Союз, милые мои. Вот вам финал, разменявший пятых десяток Бони. Почему я говорю про возраст? А потому что к пятому десятку нужно иметь хоть какую-то базу, да? А Боня нет. Пишет мне Пташка, дорогие. Я обожаю наши комьюнити за то, что несут нам Пташки интереснейшую информацию, которую больше нигде вы не услышите. Привет, Антон! Конечно, пишет тебе, твоя Пташка, проработавшая в эскорте более 10 лет. За что обожаю наш эскорт, наших пташек из эскорта. Потому что они самые жирные и самые интересные. Много раз с ней пересекались на эскорт в тусовках. Так вот, она реально употребляющая со стажем на ежедневной основе. Первый, да? По грамму в день уже лет 15. Для нее норма. Колеса. Читайте по губам. По выходным. Так вот, во всю эту ерунду про 3G и про магические действия мексиканских отваров она реально верит. Я долго поддерживал связь с одним из ее любовников из Монако. Она и его на ретрит затащила. Его слова только стошнило. И все. Это была его реакция на этот самый ретрит. К слову, его с ней познакомила эскорт-менеджер еще в ее юности. Кстати, лет 15 назад она вела в Питере сенсейшн. Там же был и Алекс. Ее монахские бывшие. Долбили оба как не в себя. Знаю это 100%. Не дай бог вспомнить, так как там в основном были медийные дети олигархов и мы эскорт. То есть, да? По ее словам, она тогда употребляла и первый, и брат, и ка... А через 7 месяцев она родила дочку. Пишет нам наша пташка. На встрече нашей встречи она сказала, что тогда еще не знала, что беременна. К слову сказать, сколько я с ней пересекалась, она как Бузова негатив не вызывает. Это чистая правда. Кто не знает, я в Монако несколько раз в году 100%, потому что ее сестра у меня живет там. Я знаю очень много людей, которые лично общались с Боней, которые говорят, что негатива она не вызывает. Но это не отменяет того, что она тяжелозависимый человек. Она как Бузова негатива не вызывает. Вообще не злобный человек и со всеми нормально общается. Просто у Бузяо крыша от алкашки поехала, а у Бони от запрещенки. Если все эти создатели марафонов просто хотят обдурить всех и вся, то это реально верит, что третий глаз открывает людям. То есть она говорит про Боню. Сплетня, умоляю анонимно. Конечно, милая моя, анонимно. Но, вы знаете, чем больше я узнаю такой вот информации, почему мне говорят, вот почему ты продолжаешь вытаскивать Боню, почему ты продолжаешь говорить про это. Ребят, я вот от всей души, я искренне надеюсь. У нас реально огромная аудитория. 11-12 миллионов просмотров в месяц. Это большие просмотры, это огромное количество уникальных зрителей смотрят мои выпуски на ежедневной основе. Ребят, я искренне надеюсь, что когда вы услышите вот такие вот факты, и вы понимаете, вот таких вот пташек, их миллион, вы поймете, что вы не пойдете к этой даме, потому что она, пускай она и беззлобная, пускай она и не обидчивая, пускай она искренне верящая в пользу своих деяний, это тяжело зависимый человек со серьезными поехавшими проблемами в ее голове, потому что нельзя годами употреблять, и нельзя годами оставаться адекватной. Вы мне сразу можете сейчас сказать, ой, Антоша, употребляющий так не выглядит. Выглядит, милая моя, выглядит. Именно так и выглядит употребляющий. Вы знаете, я об этом говорил сегодня в сегодняшнем своем влоге, и я повторю это сейчас еще раз. Кто сейчас вот сегодняшние алкоголики? Это мы. Сегодняшний алкоголик, он выглядит как я. Это человек, по которому внешне ты не скажешь, что он зависимый человек от бутылки. Это люди, которые очень работоспособны. Это люди, которые практически никогда не уходят в запой. Это люди, которые пьют дорогой алкоголь. Это люди, которые помнят из своего детства, что алкаш в наших головах, это люди, которые валяются под забором. Но мы же не такие. Мы продуктивные, мы модные, мы неплохо выглядят, чиксы, и мы, я не знаю, скоро 50, мы все равно неплохо выглядим. Понимаете? И то же самое могу сказать про зависимых людей, которые сидят на качественной, но все равно запрещенке. То есть, если вы думаете, что вы будете опухшие, вы будете... Это, во-первых, Боня, в принципе, изначально выиграла генетическую лотерею. Это изначально достаточно привлекательная девушка, которая стареет не так плохо. Тем более, с ее косметологическими и хирургическими потугами сохранить собственную молодость. Но, ребят, я искренне надеюсь, что люди немножко прозреют и поймут, что зависимый человек зависимый не только от запрещенки, но и от денег, которые не смогла устроить к своему пятому десятку. Жизнь нормальна, у которой стоящая беда с документами. И я надеюсь, что вы не пойдете этому Бахмундинову, этому-этому. Клуб 500, Клуб миллионеров, и уж тем более не к Бонне, потому что человек, она максимально неадекватен. Кто еще что знает? Вот такие вот детальки из Бониной молодости. Мне так интересно. Просто не оторвать меня, милые мои. Как мне это все интересно? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень-очень интересно послушать ваше мнение. Хотите поржать, девки? Вот сейчас поржать прям вовсю. Как вы думаете, мои песни останутся в истории или отдадут Богу душу вместе с нашим поколением? Знаете, мне пришлось перелистнуть, чтобы вспомнить, как его зовут. Дима Маликов. Он сейчас задумался о вечном. Дима Маликов, он задал вопрос, да, в своей аудитории. Дорогие мои, вы думаете, вот я уйду и все мои песни забудутся? Дим, смотри, я искренне верю, да, что ты до сих пор думаешь, что ты настоящая звезда, что твое время не прошло и ты до сих пор актуален, как горячий пирожок. Дим, вот когда я читал, вот у меня на моем телесуфлере, да, есть скрин и потом перелеснуть, чтобы о чем речь, да, мне пришлось перелеснуть, хотя я составлял вот сегодняшний выпуск, я читал Дима Маликов, я видел твою фотографию, я читал твое изречение, но вы видите это изречение здесь, да, и я забыл, как тебя зовут уже во время прочтения твоей мысли. Вот когда вы все свое творчество делаете, три притопа, два прихлопа, на этом вы собирали в свое время, на времена, вы знаете, любителей поганой музыки. Поганая музыка это что? Это На-На, это Ласковый Май, это Дима Маликов, это проходящая попса, которая никогда в жизни не останется в умах поклонников на тот момент, когда это было популярно. Дим, я тебе скажу больше, уже забыли и твои песни в истории не останутся. Но прочитать было очень умилительно, ну вот ты такой человек, наверняка искренне думаешь, что ты носишь какое-то, не знаю, там добро, что-то там такое несешь, да, забавно, забавно было максимально почитать вот это вот, знаете, поржать, детки, вот хотелось мне поржать, потому что люди искренне думают, что они, великие звезды, останутся в истории навсегда. Продолжаем нашу ужасную историю про Салтанат и ее невменяемого Бешимбаева. Во-первых, сейчас защита Бешимбаева попросила отстранить, как называется, юридический термин отзыв судьи, да, то есть им судья не нравится, хотя судья якобы очень сильно тельняшку рвала на своей дряблой груди, защищая монстра Бешимбаева. Появились у нас новые подробности по делу ухода из этого мира Салтанат Мукеновой, мы обсуждали, то есть вот в этом самом видео. Муж, бывший министр национальной экономики Казахстана, он отправил ее на тот свет собственными руками. И вот сейчас появляется информация, что возможно ссора произошла из-за любовницы Бешимбаева, о которой случайно узнала Салтанат. В ночь, в последнюю ночь на этой планете Салтанат, с 8 на 9 ноября 20-х года, бывший министр национальной экономики Куандык Бешимбаев отправляет свою жену на тот свет. Ее кончина шокирует абсолютно всех, и вот начинаем сейчас выяснять, подруги начинают какие-то ей там выскакивать, начинаются новые подробности того вечера, кошмарного вечера, который стал для Салтана. В последний, тогда пара пустила концерт Димы Билана, после которых у них завязалась ссора. Сам Куандык Бешимбаев заявляет, что причину раздора не может назвать, так как не помнит, но подруга Салтанат Аида заявила, что в деле может быть замешана женщина. По словам подруги Аиды, на входе в зал с девушкой по имени Индира Асанбаева, про нее через секунду, хотя не просто поздоровал с бывшим министром, а поцеловал его в щеку. Значит, Аида рассказывает, что Куандык представил Индиру супруге как бывшую коллегу, а потом пропал куда-то и вернулся в зал только через полчаса уже со стаканчиком шампанского. Аида рассказывала, что он начал объяснять что-то супруге, которое резко изменилось в лице. Девушка спросила обоих, в чем причина ссоры, и никто не ответил. Салтанат встал, ушла, он пошел за ней, и это была последняя проходка семейства, потому что после этой самой выходки Салтанат не выжила. И вот, значит, у нас интересный момент. Индира Асанбаева. Ее начали травить и обвинять в том, что именно она послужила косвенной причиной скандала и в итоге кончины Салтаната. Во-первых, давайте не будем любовницу, если она такова была, не будем на любовницу перекладывать ответственность за этого монстра. Он своими руками отправил на тот свет Салтанат. Давайте любовниц не будем впутывать и отводить вот этот вот громотвод очередной. Нашли. Интересно, про эту самую любовницу присылали нам еще неделю назад, но я думал, не взял это серьезно в расчет, и вот у нас сейчас появилась тема, которую стоит на самом деле обсудить про любовницу Бешимбаева. Индира Асанбаева. Возможная причина ссоры Бешимбаева с Салтанат Нукеновой на концерте Димы Биланы. Индира – женщина, ведущая активный образ жизни, пишет нам наши сплетники из Казахстана, связанные с походами в бары, клубы, караоке. Находящаяся в окружении мужиков на днях выставляла в сторис, которая писала «Не наполняйте свой день негативной энергии, не забивайте голову судом, это вы матовы». Женщина уже прошлась уже не по одному женатику в Астане и имеет хорошие отзывы от мужчин. Девчонка, я так понимаю, искорно. Но нам так скидывают такую информацию, такие у меня лично выводы. Мать Индиры, дорогие мои, мать этой Индиры Асанбаевой, очень уважаемый человек, студент частной школы в городе Астана, АЕС-81, так это называется. Цитата. Ай, как некрасиво чужих детей учит, как вести себя своих, пока не научила. Семья у Индира хоть и есть, но семью это назвать невозможно. Дочь Алия, прошедшая по рукам двух столиц. Девушка максимально пытается вести себя как мать, оно и понятно, ведь яблоко от яблони далеко не падает. Эскорт, эскорт, эскорт. Бывший супруг Индиры, чистейший в душе человек, который без ума от нее мужчина дарит ей подарки и старается уделять внимание, несмотря на свою какую-то болезнь. И вот, значит, у нас фотография этой самой Индиры. Вы знаете, девки, для меня как-то Казахстан, я знаю, меня очень много смотрят в Казахстане, я чувствую любовь наших сплетников из Казахстана, и девки, это у меня любовь к вам абсолютно взаимная. Знаете, я всегда думал, ну вот Россия, Украина, Беларусь, да, вот это вот такой, знаете, рассадник эскорта. Я никогда не обвинял эскорт ни в чем. Это выбор, какой он есть, женщин или мужчин. Это сложный выбор, который не дается морально легко. Я удивлен, как в Казахстане настолько разгульно ведут себя женщины. Я не осуждаю. Я просто говорю, что каждый раз, когда мы поднимаем тему про любую и звезд, светских каких-то персонажей Казахстана, это обязательно женатики, это обязательно какие-то треугольники, это обязательно какой-то эскорт. Я в шоке вообще. А грязь, я люблю грязь. Не поймите меня превратно. Я человек, который приветствует это. Ребята, у меня абсолютно нулевая моральная вообще какая-то вот это вот ханжество во мне. Я люблю пообсуждать, потому что мы сплетники, это органично для нас. Ну, чтобы осудить, да никогда не упаси божника, никогда в жизни такого от меня не дождете. Поэтому я с огромным, но тем не менее, я имею право удивиться, да, я очень удивлен, насколько распутно себя ведут девушки из Оксаны. Почему удивлен? Потому что для меня это как-то не вязалось. Мне казалось, ну, если, наверное, Казахстан так печально ухмыльнется, но мне казалось, казашки, они скромные и очень домашние. Девки, я правда не знаю вот устой жизни в Казахстане. И вот потихоньку, вот благодаря вот этой вот истории мы начинаем все это здесь уточнять, выяснять. Серьезные семьи, все равно девки по богатым мужикам прыгают. Ну, каждый хочет жить красиво. Каждый хочет жить красиво. Кстати, благодаря, ну, так можно сказать, да, как по-другому это же не назвать, но благодаря вот этой вот всей ситуации в Казахстане после дела Салтанат Мукеновы приняли закон о домашнем насилии. Сенат парламента Казахстана принял закон, касающийся обеспечения прав женщины и безопасности детей, что называют законом о домашнем бытовом насилии. Теперь за легкий вред здоровья 738 тенген. Это почти 1700 долларов, дорогие мои, общественные работы или арест на 50 суток. За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью больше не предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, только лишения свободы. Кроме того, если вы отправите свою супружницу на тот свет, пожизненное, к огромному сожалению, пока жареный петух в пятую точку не клюнет, что там поп не перекрестится. Знаете, всю жизнь жил бабушка у меня волнейший человек, царство небесное. И она всю жизнь сыпала поговорками, какими-то выражениями, да. Откуда же у меня только, блин, появился. И вот она вот у меня в голове целая кладезь этих самых всяких поговорок, да. Беда, беда, но можно сказать нет худа без добра, да. Нет добра без худа, наверное, так выразиться можно. Но поздновато. И я надеюсь, этого монстра посадят на пожизненное. Такой, знаете, прям, вот была б сковорода, и он рядом. Ну вот честно, оскалтывал жену за волосы. Субтитры подождаю, Субтитры подождаю. Продолжение следует... А это, дорогие мои, в Чувашии помощник депутата, значит, таскал жену за волосы, лупил как козу прямо на публике, прямо перед всеми. Вообще было плевать, да? В боксарах помощник депутата Госсовета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов. Шесточки полномочия с Егорова сняты тем же днем, это случилось два дня назад. На сайте правительства Чувашии уже появились данные о прекращении полномочий помощника депутата с 10 апреля. Вопрос о том, в каком состоянии находится его жена, он ответил, она в порядке себя приведет и приедет в полицию. И, знаете, я не удивлю, если вот этот вот поганер отделается легким испугом. Жена, ну как, он же, по крайней мере, бывший, да? Ну, все равно был, да, помощником депутата. То, что она таскает за волосы как тюк, как предмет. В свете дня публика машина едет вообще по барабану, да? Да, тащит свою супружницу в машину, заталкивает, знаете, вот так его собственно. Девки, сколько можно терпеть? Нет, я понимаю, наверное, сложно было захмутать помощника депутата. Но беспокойтесь о своей жизни, беспокойтесь о своем благополучии. Что же вы-то позволяете с собой так обращаться? Тюрьму, никаких обратно заборов заявлений из полиции. Написали заявление, написали restriction order, как там, документ о неприближении. Сиди! Сейчас послушайте ваше мнение. Давайте пообщаемся вам, комментарии. Дорогие мои дамы и господа сплетники, я вас обожаю за то, что вы кидаете мне донат. Я обожаю вас за это. Кто кидает донат, все может кинуть донат через. Супер спасибо, это сердечко под видео. Если кидаете донат через бусте, в замену вы всегда получаете. Видео-поздравление специально для вас записано. Это поздравление с днем рождения, с годовщины. Просто привет от Антона С. Но, если у вас нет возможности помочь, или у вас есть копеечка, и думаете, куда помочь, приюту или Антоша С, лучше приюту отправьте. Но у меня небольшая просьба. Ребят, я вас радую каждый божий день, вне зависимости ни от чего новому видео. Поэтому, милые мои, если вы живете в свободном мире, в свободной территории, в Украине, Европе или Америке, и YouTube проигрывает рекламную интеграцию, просто рекламный ролик, не пропускайте. Его пускай проиграется. Этим вы очень поможете мне и моей маленькой команде давать видео на этом канале каждый божий день. Конечно, благодарю всем, кто помогает приютным бездомным животным. Спасибо всем, кто помогает волонтерам. Вы золотые мои. Спасибо за такие огромные и добрые сердца, когда вы не сможете пройти мимо страданий бездомных животных. И спасибо, что доказывают всему миру каждый божий день, что вы сплетники, мои любимые. Доказывают всему миру каждый божий день, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии Подписывайтесь, стаканчики Сан-Лоран ждут вас Через два дня будем разыгрывать Посмотрите мой влог, завтра смотрите гадания Спасибо, что уделили 25 минут в своем графике На общении с папушкой Сплетников Открываем шампанское, девки сегодня пятница Нужно отдохнуть Увидимся обязательно завтра Всем пока Субтитры подогнал «Симон»